Привет, дорогие мои друзья, с вами Джексон, и снова немного разнообразия на канале. Взглянем сегодня на пролог игры под названием Hell Architect, ну или Архитектор Ада. Это бесплатная версия, которая вышла перед выходом основной игры, которая должна будет выйти где-то в конце лета, и в этой игре нас будут учить на управляющего Адом. Что там нужно будет делать, я пока не знаю, но думаю будет весело. Для начала, конечно же, пройдем обучение, как же без него? Выберите уровень сложности, ангельский, простой, чертовски сложный и адское пламя. Ну и естественно мы берем чертовски сложный, это наверное средний. Каких же днеутверждающие звуки вокруг? Так, так это ты, тот новый ученик. Я Фрэнк, я буду обучать тебя на младшего менеджера Ада. Младший менеджер. Начнем с основ. Наша валюта страдания, и ее можно заработать, пытая грешников. Все в аду построено на страдании. Немного технических подробностей. Используй среднюю кнопку мыши и клавишу ВСД для прокрутки карты. А, ну это я понял, это понятно. Приступим. Добудь грязи и угля. Нажми на иконку копать в нижней части экрана и выбери подходящие плитки. Ага. Вот я как понимаю, уголь это вот это, да? Ну окей, хорошо. Нам надо вот так вот прокопать, да? Это типа мои рабы. Ой, а тут как бы... То, что тут чернокожий персонаж, это как бы ничего, да? Как бы, а то у нас сейчас в наше время как бы с толерантностью-то перегиб, как бы не загреметь за то, что у меня тут некий чернокожий представитель работает. Ой, да они еще и голые. Смешно. Прикольно, прикольно, прикольно. Они еще такие смешные звуки издают. Так, пока осмотримся, что у нас есть. Так, здесь у нас сверху ресурсы, грязь, уголь, металл, страдания, 100, ингредиенты, экскременты, мясо и грибы. Кошмар какой. Еда, мерзкое месиво и обычная еда. Красота, будем кормить их. О, чтобы построить что-нибудь, кликни на иконки построить. Выбери категорию, а в ней нужны объекты. Сейчас выбери категорию базовые объекты. Здесь находятся лестницы и сегменты пола. Ну окей, построить. Базовые объекты. Построю базовые постройки. Построю лестницу и соорудив пол. А нафига мне пол, если у меня уже тут есть? А, это типа как навесом делать. Ну давайте. Оп, два, три, четыре, пять, шесть. Вот так вот давайте сделаем. А, и не знаю, давайте. И лестницу, наверное, надо наверх построить. Вот, раз, два, три. О, женщина пошла строить. Женщина, мне кажется, ты не сможешь построить нормальную лестницу, но... Не, как бы ничего не подумайте, просто личный опыт, личный опыт. Так, а ты что, докопал что ли? Отлично. Теперь сооруди факел, чтобы сделать ад более уютным. Что же я такое говорю? Ладно, это один из базовых объектов. Так, окей, хорошо, это в украшениях, наверное, да? Да, в украшениях дает типа свет. Ну, пусть будет здесь. Давай, мой шоколадный друг. А, как мне нравится смотреть на его пламя. Проехали. Пора заглянуть на карту персонажа. Открой ее, чтобы узнать о нем больше. Для этого дважды кликни по-любому из грешников. Давайте посмотрим на нашего чернокожего брата. В верхней части у нас душевное здоровье. Оно зависит от уровня грешника и автоматически растет во время пыток. Ха-ха-ха. Чем больше пыточное устройство подходит грешнику, тем быстрее производится страдание. Интересно, какая зависимость. Его душевное здоровье улучшается, когда его пытают. Хе, прикольно, прикольно. Хорошая взаимосвязь. Похоже на современный мир, кстати. Так, теперь то, что всегда нравится новичкам. Пытки. Простейшее орудие пыток. Железная дева. Начнем с нее. Так, сперва добыть необходимый для постройки ресурсы. Опять ресурсы. А, у меня уже есть. А, классно. Так, ну окей, хорошо. Строим железную деву. Нифига, я тут выкопал, видимо, достаточно. Хотя она, наверное, дешевая. А, так, давай пытки железная дева. Ну вот, давайте пусть она стоит вот здесь. Вот, женщина, пусть строит железную деву. А мужчины, гоу, копать. Вот тут еще уголь. Нам его нужно добыть, наверное. У всех построек, включая орудие пыток, есть карты. Кликни по железной деве, чтобы узнать больше. Ща, мужик, подожди. Я тут, это, рабов направлю в правильное русло. Окей, да? Окей, окей. Так, опа. В нижней части карты есть пустой слот для персонажа. Кликни по зеленому плюсу, чтобы назначить первого грешника и начать производить страдания. Ха-ха-ха. Ну окей. Хорошо. Ждем свободного грешника. Ева. А мужика поди зовут Адам. Абель. А этот? Мэтью. Вижу, процесс пошел. Все в порядке. Задержимся на этом. Обратите внимание на блок цикл в центре карты. Так, да подожди ты вот так. А, вот вижу цикл, да. Слева у нас силуэт персонажей, значение текущего цикла и соответствующая иконка. Окей. По циклам мы видим панель грешников. Так, ну это понятно. Это производство, это цикл, за который производится страдание. Как бы окей. Мужик, ты чё, помогать побежал или чё? Чё, я что-то пропустил. Я что-то пропустил. Ладно, долистаем. Гришникам надо поспать. Установи картонную коробку. Картонную коробку. Хе, ну ладно. Картонная коробка. Ну, не знаю, пусть она будет. Давайте вот тут рядом с железной девой. Вот здесь вот. Да-да-да, женщина, ты там не забывай страдать. Нам нужны страдания. Хотя давайте пока, давайте пока закончим. И смотрите, она как ни в чём не бывала. С ней как бы всё норм. О, мужчина, здрасте. А ты чё тут? Хе-хе-хе. А ты чё тут сидишь? Такой. Пора познакомиться с производственной картой. Кликни по картонной коробке. Эм, так. Ща, погоди. Я это, рабов в это, в нужное русло направлю. Пусть они тут пока копают. А, вот так вот можно. Хоккей. Ну вот вы прям выкопаете вот прям досюда. И ещё, короче, вот так вот всё выкопаете. И, короче, ещё вот так вот нам, короче, ресурсы нужны. Работать. Хотел опять сказать нетолерантную шутку, но ладно. А ты чё сел? Выйти не можешь, что ли? Давай вот здесь копай. Здесь, ты сможешь вот так вот? Ну-ка, сможет он здесь взобраться вот так? Да, смотрите, смог. Молодец, мальчонка. Молодец. Так, давайте посмотрим. Ты уже знаешь, что означает надпись циклы. Её не обсуждаем. Единственное отличие. Количество персонажей в производственном объекте не влияет на длительность цикла. Длительность цикла постоянная. Окей. Добыть необходимые ресурсы. На что опять ресурсы? Пора построить простую уборную. Она находится в разделе водные объекты. А, то есть на неё надо было. А, окей, окей, окей. Хорошо. Давай водные объекты. Туалет. Туалет типа сортир. Ну, давайте вот под железной девой поставим. Так, там кто-нибудь? Отвлекитесь, пожалуйста, на минутку. Постройте, пожалуйста. Чуть-чуть. Батюшки. Да он телекинезом владеет. Можик, да ты силён. Нам вот-вот понадобятся экскременты. Так что выбери грешника, который их произведёт. С помощью левой кнопки мыши перетащи грешника в уборную. Ха-ха. Так, очень интересно. А что? В смысле? Мы его пустили на экскременты? А, нет, он просто идёт. То есть мы можем просто так заставить его вот сесть и какать? Кошмар какой. Хе-хе-хе. Чё читает? Дейли Сина. Типа ежедневный грех. Хе-хе-хе, прикольно. Кстати, о воде. Пора построить машину, которая превращает экскременты в грязную воду. Фекальный дистиллятор. Какой кошмар. Хватит бездельничать, добыть ресурсы. Металл? Откуда у меня металл? Вот это металл что ли? А, ну окей, ща добудем. Тут вот скорость есть, я ща увеличу. Да, металл это оно. Но как же они, как же они долго копают его? Давайте пока они копают, посмотрим, что здесь ещё. Что здесь ещё есть? В пытках нам пока ещё не дают построить. Тут есть какой-то запретный плод. Один из немногих даров небес. Что-то даёт. Я правда не знаю, что. Что ж, ничтожный червь, построить фекальный дистиллятор. Сам ты ничтожный червь, так сказать. Так. Железное ведро. Фекальный дистиллятор. А это зачем? Умирающие от жажды могут попить прямо из ведра. Сервис. Сервис. Это местный питьевой фонтанчик. Так, окей, давайте рядом, чтобы как бы далеко не ходить. Это что такое? Что это значит? А, нет грешников. Типа, ни один грешник не может добраться. А, ну да, тут же нужны лестницы везде, блин. И как бы всё такое. Так. Окей, хорошо. Мы сейчас спасём мужчин. Вот этих. И типа пол вот здесь вот надо сделать. О, вот здесь надо сделать, чтобы они могли пройти. Или здесь типа сделать яму. Или чё, или как. Я не понимаю. Надо велить кому-то заняться делом. Для этого щёлкни по машине и открой карту строения. А, то есть я могу так... О! Здрасте, мужчина. Поскольку это обрабатывающее строение, здесь указано умение предназначение работника, по возможности будет выбран грешник с необходимым умением. А если ты видишь большой выклицательный знак в верхнем правом углу строения, значит не хватает ресурсов. Нехватка ресурсов не даст отправить к строению персонажа. Ну окей, я как понимаю, ты это. А, давай. Арбайт. Арбайт махт в рай. Грешники работают, пока какая-то из их потребностей не упадет до красного уровня. Если это произойдет, они просят работу, чтобы удовлетворить такую потребность. Затем они сами вернутся к работе при соблюдении ряда условий. Ну окей, пусть выжимает из какашек сок, так сказать. А этих ребят надо спасать. Во-первых, у тебя всегда должны быть объекты для удовлетворения потребностей. Если у тебя нет какого-то объекта или он занят, персонаж просит работу и будет ждать. Пока ты его построишь. Ну это я все понял. Ты уже знаешь, как добывать грязную воду, пора выяснить, что пьют в аду. Для начала используем железное ведро. Как и картонная коробка, она удовлетворяет потребность только до определенного уровня. Пора добыть ресурсы. Да я понял, блин, отстань, отстань. Дай мне позаботиться брать их меньше, так сказать. А вот хорошо, смотрите. А если я допустим, вот сейчас вот здесь вот, где вот это, вот пол, а вот раз-два, да, окей, здесь вот 3-го, 3-го нет, его надо вот раскопать. Женщина, копай, у тебя есть длинная лопата, ничего себе. Так, мужчинка, ты давай-ка, я тебя отправлю производить фекальки. Вот, фекалька и там, пожалуйста. Сейчас, правда, он пробежит, это выкопает, и он рухнет. Нет, смотрите, не получилось, не получилось. А я думал, такая ловушечка будет. Ловушечка типа такая, знаете, это в Денде, помню, игра такая, айс-климп была, и там можно было, там такие тюленчики ходили, под ними выбиваешь пол, и они так смешно падали очень. Так, мужчина, а ты что, прохлаждаешься? Я, я, я не понял. Я не понял, что, ты все дела сделал, что ли, уже? А ну, вперед! Во, пошел работать, мужчина, пошел работать. Так, отлично, а если вот я, допустим, вот здесь поставлю еще пол, я же не смогу здесь потом лестницу сделать, да? Поэтому нам, походу, надо, чтобы вот эта женщина выкопала себе здесь тоннель сама. Ну ладно, хоть делом занята будет. Это прохлаждается тут, блин. Так, окей, нам нужно поставить железное ведро. Железное ведро, железное ведро, отлично. Ну давайте прямо здесь вот рядом, как бы, с тем местом, где оно производится, и поставим это все. Так, ты идешь встроить, да? А что, телепатии не строишь, у тебя же получалось. Куда? Ты куда? Эх, эх, слышь, а ну, строить, блин. Почему-то никто не хочет встроить. А, он решил сначала это построить, а потом пойти туда. О, тетка-то посять хочет. Ну, блин, как бы, как бы, ничего не могу, это, ничем не могу тебе помочь, так сказать, потому как ты там, хе-хе, ты тут как бы сидишь в яме. Спрашиваешь, как насчет еды? Ингредиенты производят фермы, объекты из категории производства. Собери необходимые ресурсы для постройки. Отлично, теперь построим мясную ферму. Я прям боюсь представить, из чего они тут делают мясо. Пойди, руки-ноги надо отрубать будет. Ну, тут же как бы, как это сказать, да. Ад, страдания, все дела, производит восхитительное тухлое мясо. Шикарно. Так, о, какое оно. Давайте мы тогда уж как-то, не знаю, позаботимся о эстетике этого места. Ну, мы же как бы архитектор. Давайте построим вот здесь вот еще пол. А здесь вот, здесь вот так вот прокопаем. Опа-на, вот так. И здесь у нас все будет прям это, прям хорошо. Давай. Опачки, вот так. Так, ты, пожалуйста, строй. Там пока нет ресурсов. Ты, иди, взаимись делом. Тут мужчины работают, там женщины работают. Все нормально. Так, вы, ребятки, себе, пожалуйста, тропинку выкопайте, чтобы можно было выйти. И мы сейчас поставим здесь. Мы поставим тут сейчас мясную ферму. Кошмар. Я боюсь представить, из чего она производит. Вот, давай. Вот, отлично. Тут будет у нас типа производства. Давай, копай. А кто-то бежит строить. Кто бежит строить? О, чернокожий брат мой. Ну, в смысле, не мой, но как бы брат. Ну, как бы чернокожий. А ты куда? Почесал. А, он пошел помогать женщине. А то он боится, что она тут обделается, как бы, ну. Чувак, как бы это ад. Ничего страшного, что она тут обделается. Или тебя смущает отсутствие эстетики? Кликнем по готовому объекту, я объясню, как он работает. Тут все немного иначе. На этой карте только одна вкладка, и она отличается от всех остальных. На производственных объектах грешники не нужны. Ферма начинает работать сразу, после постройки. Эм, ну окей. А что тут тухнет-то? Или оно само растет, как грибы, да? Вот почему вместо цикла здесь мы видим процесс. Все остальное без изменений. В общем, думаю, все понятно. Да? Еду нужно готовить и доставлять. Для готовки мы используем котел. В нем можно готовить с помощью огня. Ресурсы есть. Устанавливаем котел. Вот так. Ну. Ну, что, пусть готовят рядом с туалетом. Как бы, да, норм. Мне кажется, да. Самое оно. Самое оно. Тут у нас полный производственный цикл. Как бы еда, какахи, водичка. Здесь можно попить, поесть снова. Вообще прекрасно. Во, женщина. А ты это? Ты, я помню, хотела в гальюн. Так что давай это. Делай нам, пожалуйста, ресурсы для воды. Кошмар. Можно установить корыто. Грешники смогут утолять из него голод. Но не стоит рассчитывать, что качество пищи будет, как, например, в ресторане. Впрочем, не думаю, что ты заметишь разницу. Вперед, добывай все, что необходимо. Это ползешь, как черепаха. Отлично. Я вперед тебя думаю. Корыто. А, ну да, тут женщина делает, как бы, вещи. Окей. Так, раз у нас здесь котел. Давайте. Блин, промазал. Хотел рядом поставить. Что такое-то? Так, давай. А, грешник в критическом состоянии. Окей. Карта или способ корыто похож на карты котла и картонной коробки. Изучи ее на досуге. Так, слушай. Я получил информацию из отдела кадров. Они тобой довольны. Что ж, пришло время для последнего испытания. Тону тебя. Надо еды приготовить сначала. Мясо есть? Мясо есть. Давай. Опа. Опа. Блин, такое ощущение, что он туда писает. Ха, смотрите. Он готовит и зажимает нос, как бы, и рот, чтобы не блевануть. Ха-ха-ха. Десять мерзкого месива и можно пожрать мерзкого месива. Иди, пожри мерзкого месива. Ха-ха. Фу, блин. Так, этот пошел выжимать воду из каках. Этот идет тоже что-то делать. Собери страдания. А, у нас теперь последнее задание собрать страдания. Ну окей, сейчас мы тогда просто наставим железных дев для всех. И просто сейчас, не знаю, отправим просто по самой недалуйся их. Так, ты как, мужчина? Ты кака-пупу? Пипи не хочешь? Тут как бы... А, у нас тут сидит. Чувак, я тебя не заметил. А я тебя не заметил, приколись. Этот чувак готовит, эти все жрут. Какие вы мерзкие. Вы хоть знаете, что вы едите. Я в их нет. Е-ва. Так, все. Две железные девы готовы. Так, пожалуйста, один страдать. Второй страдать. Хрыжрать там их. Купыри. Так, нет ресурсов. Все. А вот, все. Чуваки пошли страдать. Ты как? Купу какая не хочешь? Вот, купу какая сделай. Все. Так, вам как? Хорошо страдается? Ох. Страдайте. Страдайте. Ух. Хе-хе-хе-хе. Красота какая. Так, в смысле? А что? Готовить-то не из чего, что ли? Мясо вроде есть. Приготовь-ка пока что-нибудь. Это у нас человек кушать хочет. В смысле, как-как-как тут уберись? Вот. Ты давай. Опа. Все, готовь, пожалуйста. Все норм, сейчас все будет. Сейчас все будет, что все будет. О, там за окном фейерверк в честь меня. Какая прелесть. Какая прелесть. Он пошел. Он пошел спать. О, он пошел спать в коробке. Он пошел спать в коробке, ну ладно, пусть спит. А мы добираем четыре сотни страданий. Ни фигашечки. Ладно, сейчас тогда мы ставим, получается, еще. Тут мы около врат ставить не можем. Поэтому давай раз и два. В смысле нет ресурсов. А что у меня не хватает для нее? Что-то не хватает. О, женщина. Здрасте. Какими судьбами? Ну, раз уж вы здесь. Присоединяйтесь к страданиям. Ха-ха-ха-ха. Класс. Класс. Прикольно. Так, а у меня их... А у меня их сколько? Подождите. Раз, два, три. А, один дрыхнет. Я его потерял. Вот этого, который... Который вот здесь. А это почему-то всего шесть страданий приносит. Это приносит два. Это... Так, ты здесь... Слушай, ты здесь походу это... Ты здесь походу не подходишь. А, так. Ты, чувак, давай... В смысле? Ты освободилась, что ли? У тебя рабочий день закончился. Я не понял. Э! Так, а это и вообще, короче, видимо... А, нет, шесть. Вот это, кстати, как раз-таки наоборот подходит. Свойство кровь. Получай спецбонусы за отправку грешника на пытку со свойством кровь. А, это у нас со свойством кровь, да, как я понимаю? Да, свойство кровь. Отлично. То есть, ей вообще это максимально подходит. Так. Мужчина. Вы тут что-то не это. Готовь, пожалуйста, еду. А этот человек хочет есть. Так, а кто у нас есть еще? Этот у нас кошмар. Ты у нас... Так, нет, не котел. Мне нужен чувак. Вот, чувак, отлично. Ага, у него не показано, что эти заняты делом, типа, да, и я не могу посмотреть. Вот здесь тоже, смотрите, свойство кровь. Вот его надо. Иди, это... Пожалуйста, прекрати жрать. И займись полезным для общества делом. Все, иди страдай. Так, отлично, отлично. 400 единиц я набрал. Что он нам тут говорит? Сначала добыть необходимые ресурсы. Ух ты, у тебя же все есть. Неплохо, неплохо. Ну что ж, приступим. Установи запретный плод. Отлично, отлично. Я тут еще пару декораций поставил. Полочка со свечкой, как пермитка из черепочков. Ну, надо же, антураж создавать там все дела. Так, запретный плод. Это не пытки, базовые, базовые. Прям охрененно базовая вещь, вот прям. Давайте вот тут вот она рядом будет. Вот здесь, вот здесь. Вот красиво было. Тут еще надо для украшения вот еще факел рядом с ней повесить. Вот так вот раз и два, чтобы... У меня ресурсов не хватает почему-то. Ну да ладно. Мужик, ты не в ту сторону воюешь, как бы. Ну да ладно, пофиг. У тебя получилось, должен признать. Я сомневался насчет тебя, но у тебя получилось. Но что тут скажешь? Мои поздравления, новичок. Ура, мы прошли обучение. Слушайте, игрушка прикольная. Можно будет поиграть в пролог. Обязательно в комментариях пишите, как оно вам мне, мне в принципе, понравилось. А вам пока огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно все комментируйте. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока. Пока-пока.